Всем здорова! Субтитры сделал DimaTorzok Если ты и найдешь, то в основном это будут какие-нибудь моды, там, на замену каких-нибудь текстурок С этим, блин, ничего не проэкспериментировать, соответственно И чего-то интересного и действительно дельного особо в интернете нету Вот единственную камеру только лишь нашел Соответственно, с ней мы сейчас и экспериментируем в 2К22 Продолжаем? Ребята, спустя целый год я снова здесь Давайте запустим сцену с ножом Снова его подберем Выслушав недовольство принца Опробуем этот ножичек введения Тут у нас намечается небольшая буча С каким-то из стражников он у нас агрился Давайте попробуем, оп, защититься И дать отпор Все, отлично Он немножко коснулся снаряда и поэтому умер Блин, главное нам его не касаться, а то мы сейчас тоже умрем Тоже ласты склеим Вот секундочку, я хочу свернуть игру и посмотреть, у меня запись вообще идет или нет Ну, вроде как да, идет, ребят, вроде как идет Тут просто непонятно То есть если вот в бандигаме циферки слева или справа, я уж не помню Соответственно, если ты записываешь, ты как бы по циферкам сразу понимаешь По вот этому количеству кадров Идет ли запись или нет А здесь никаких цифрок, никаких фпс, отображателей Соответственно, ты как бы не понимаешь, идет или не идет запись И это надо сворачивать игру и смотреть Примерно так Стуаж, смотрим на сцену Насколько я помню, в город теперь не войти Мне нужно забраться на ту осадную башню, чтобы туда попасть или что Ну, он что-то такое сказал Ну и в общем-то продвигаемся Как вы все помните, в предыдущем ролике мы вот именно на этом моменте и остановились Один чувак в очередной раз врезался об снаряд и сделал всю грязную работу за нас То есть он ликвидировался Это нам на руку Я уже привык играть в Assassin's Creed Причем я играл в нее целый год А в принципе вообще целый год не играл как раз таки И соответственно, каждый раз, когда эти стражники пытаются меня ударить Я уже по старой привычке зажимаю правую кнопку мыши, чтобы отразить их удар Ведь в Assassin's Creed я всегда таки делал Но здесь это не работает И вообще, я не знаю, когда замолкать, когда не замолкать Тут ведь принц периодически что-то говорит Поэтому давайте я на один наушники немножко послушаю Что он будет говорить Потому что вот-вот он что-то да будет говорить Итак, слушаем Я чувствую тех, кто проходил здесь Они желали зла моей семье Да уж, негодяя Мерзавцы Четыре недели я провел в море И каждый день думал о том, как вернусь в Вавилон Но ни разу я не представлял себе такую картину возвращения домой Война Это единственный ответ Но с кем? И за что? Да не то слово Не то слово Я тоже не представлял себе такое Возвращение в Принц Перси 2 Трона Я представлял это себе как-то радужно Как-то весело Что вот я зайду, отсниму пару видосов Символично, традиционно 15 марта Спустя ровно год после того, как я впервые отснял свои Самые первые ролики по Принцу Перси В 2021 году Это были первые видосики с веб-камерой И я думал, что повторю эту ситуацию спустя ровно год А потом буду публиковать факты о персонажах В игре Assassin's Creed 2 В течение целого года А потом, в течение следующего года, уже 23-го Буду снимать рубрику эксперименты В Assassin's Creed Brotherhood Но как видите, как видите Ни хрена подобного Планы очень жестко изменились И сами думаю, знаете, из-за чего Вообще, в ближайшее время этот канал будет заброшен Мне так не хочется этого делать А придется И кстати Пока вот перед нами тут Вавилон В котором мы сейчас будем летать Я вам знаете, что хочу отметить? Я никогда этого не замечал Но приглядитесь Отсюда Ребята, отсюда Я уже, наверное, даже сниму наушники Видна та самая арена с первым боссом Никогда этого не замечал Только сейчас Смотрите, это же та самая арена с первым боссом Где мы будем сражаться И ее видно уже отсюда Офигеть Ну ладно Немножко посмотрели Спрыгиваем Я не знаю, давайте попробуем забраться Вот сюда куда-нибудь Забраться, да? Попробуем отсюда как-нибудь Пройти Ну понятно, здесь огонь Вот так разработчики решили Заблокировать это пространство То есть мы лишь можем Вот так посмотреть Но пройти сюда не сможем Но Ребята, у нас же есть камера В общем-то этому и посвящен Сегодняшний выпуск Будем летать Так, нажимаем 0 Плюс О И короче, будем летать сегодня По Вавилону Но уже не в менюшке игры Как мы делали это В самом первом видосике С перемещением камеры А будем летать по Вавилону Полноценному Полноценному Вавилону А вот в этой вот локации В начале игры Когда вот принц Только лишь забрался По осадной башне наверх И попал Сюда В общем-то Будем летать сегодня По вот этой вот локации Это, ребята Вавилон город называется Вот это вот Вавилонская знаменитая башня Тут у нас идут Сражения, ребята Давайте спустимся Ниже еще А, тут смотрите Тоже сражения И еще ниже Попробуем спуститься Что тут Вот такие вот улочки Улочки Вавилона Мы сейчас В текстурках Каких-то Находимся Смотрите Даже Метеоритные шары Падают Сюда Куда-то Ну все Он уже исчез А, нет Вот он Доски Всякие Разлетаются Вот такие вот Эффекты И вообще В принципе В целом Вот так вот Выглядит Вавилон В игре Принц Перси Два Трона Вот так вот Он выглядит Смотрите Мы уже практически Подлетели К арене Вот это место Называется Арена И здесь Мы будем сражаться С самым первым Боссом Но пока Что в начале Игры Эта арена Выглядит Вот так Эта арена Выглядит Вот так Довольно просто Она очень Маленькая Сюда прилетел Снаряд Она очень Маленькая Очень низкополигональная То есть Чисто декорация Но по факту Разработчики Даже такие мелочи Предусмотрели И соответственно Даже в начале игры Мы можем Издалека Увидеть Эту арену Как бы заранее Для человека Который проходит Игру впервые Он даже ничего не поймет Просто посмотрит Ну город И что Может быть Он даже его Разглядывать не станет Но для человека Который уже не раз Играл Это прикольная мелочь Прикольная мелочь Да действительно Даже отсюда Видно вот эту самую арену На которой мы будем В дальнейшем Сражаться Это действительно Классно Что разработчики Решили Ее сюда добавить То есть Вот Вот она Эта арена А вот тут Вот уже Заканчивается Вавилон Вот тут Вавилонская башня Ну Как и прежде Это всего лишь Текстурки Давайте попробуем Как-нибудь Снова Прилететь Сюда Куда-нибудь Так Тут у нас Тоже Какая-то Панорама Какие-то тоже Текстурки Горящего города Вот так вот Он выглядит Довольно прикольно Довольно прикольно Да Тут у нас Забор За забором Уже все В общем-то Город заканчивается Так Ладно Давайте тогда Попробуем Прилететь Куда-нибудь Сюда Немножко Опускаемся Немножко Прилетаем Подлетаем Вперед Как только Это сделать Какие-то баги С освещением То город ярче То он Тусклее Точнее Контрастнее Я бы сказал Не тусклее А контрастнее То как-то ярче То контрастнее Вот так вот Насыщеннее Как-то Вон он Принц Стоит Так А вот это Что тогда За локация Кстати Блин Я уже улетел Куда-то Непонятно Куда Короче Это что-то Сейчас за локация Была Где мы Ну это Та локация Куда нам Надо спускаться Ладно Возвращаем камеру Давайте заново Ее активируем Полетим Уже куда-нибудь Сюда Или куда Я лечу Твою мать Я хочу Куда-нибудь Вглубь Города Куда Меня Несет Ребят Я хочу Вглубь Города Большая Просьба Так Ну вот Мы опять В этом же Месте Нам сейчас Надо спускаться К этому Стражнику Лучнику Вот этому А мы соответственно Сейчас стоим Там сверху Вдалеке Ну и В общем-то Такие дела Вот она Лестница По которой Нам нужно Будет спускаться И как мне Вот сейчас Попробовать Переместить Камеру Вглубь Города Ну вот Отлично Вот Что тут Находится Какие-то Ворота И Сражения Вот такие Дома Ну глобально Тут реально Рассматривать Это особо Нече Потому что Все дома Очень друг на Друга Похожи Сзади Они даже Не доработаны То есть Они какие-то Такие Полупрозрачные Хотя Может это Зависит Конечно От ракурса Может все Нормально Все там Доработано Конечно Но Хреном узнает В общем-то Тут в любом случае Разглядывать Особо Нече Но вот Как бы Этому Посвящен Сегодняшний Выпуск В любом случае Разглядели В любом случае Посмотрели Вот еще И вот эту Местность Можно немножко Поразглядывать Такие тут Текстуры Так они Выглядят Сзади Давайте Улетим Как можно Дальше Куда-нибудь Оп Посмотрим На все Это Отсюда Дальше Возвращаем Камеру Удерживаем Вот эту Кнопочку Улетаем Куда-нибудь Сюда Вот эту Кнопочку Улетаем Куда-нибудь Сюда То есть Вот так Это дело Выглядит С высока Пятерку Удерживаем Семерку Можно даже Ну что Довольно Прикольно Да Всякие Эффектики Снаряды Летают Давайте Попробуем Подлететь К страже Если Получится А то что-то Не особо Как-то Выходит Ну вот Она Стража Хотя Впрочем Мы ее Немножко Уже Разглядывали Вот Поближе Ребята С вас Лайк Кодовое Слово Наверное Будет Стражники Вавилона Нет Напишите Отважные Стражники Вавилона Отважные Стражники Да Это будет Кодовое Слово Которое Означает Что Именно Ты Досмотрел Это Видео До самого Конца Это Конец Ролика Мы Как бы Посмотрели Вавилон Все Именно Этому И был Посвящен Выпуск Просто Поразглядывали Вавилон И вообще Вот эту Локацию Что тут Находится Выяснили Соответственно Пора бы Прощаться Прыгаем К этому Лучнику Дубасим Его И С вами Был Как всегда Я Меня зовут Зак Увидимся В дальнейшем Я уж Не знаю Правда Только Что Я буду Снимать Как бы То есть Какие еще Идеи Я вроде Уже Вавилоне В менюшке Полетал И вот тут В обычном Вавилоне Полетал Ну не знаю Я по-любому Сейчас еще Два выпуска Сниму Последних А пока что На этом Все Всем Пока